Привет всем! Хочу оставить отзыв о Владимире Владимировне. Он отличный астролог, знаком я с ним очень давно. И самый первый раз он делал мне натальную карту по моей дате рождения, месту рождения и так далее. Собственно, основной запрос тогда у меня был просто понять, скажем так, кто я, что я, с астрологической точки зрения, мне даст понять свои слабые и сильные стороны, какие-то вопросы были у меня, ну, соответственно, получить ответы на эти вопросы. Ну и примерно в голове понять, как мне дальше действовать, над чем лучше работать. Ну, то есть бывают у людей в жизни такие моменты, когда думают, например, пойти учиться куда, в какой университет, да, и вот стоит выбор между чем-то. И как бы некоторые вещи помогают в голове примерно сформировать что-то, систематизировать какие-то, ответы. Или, например, где лучше, в какой сфере работать, да, или есть, опять же, что-то вот. Чаще всего, когда у вас есть что-то, и вы не можете выбрать, как бы астрология лучше вот там помогает, ну, на мой взгляд. Точно так же хорошо понять, допустим, взаимоотношения с какими-то людьми. Если рассматривать определенного человека, точно так же там по дате рождения, например, и уже понимаешь примерно, как с этими людьми можно работать, контактировать, там, дружить, любить и так далее. Ну, собственно, это были основные вопросы на тот момент. Ну, грубо говоря, мое предназначение, что я хотел по большей части узнать, да, какой мой путь в этой жизни, для чего я расположен больше всего. Ну, дальнейшие, конечно, встречи были, и периодически обращался. Ну, в основном, запросы были, опять же, там, какая-то ситуация возникала, для меня, может быть, она была сложноватая, трудная, нужны были какие-то советы. Я также прибегал к помощи Владимира, брал какую-то консультацию у него, потом рассматривал, ну, допустим, какой-то определенный период, там, например, стоит, не стоит, там, открывать какое-то новое дело или, там, что-то делать, да. Как говорится, личные вещи, конечно, рассказывать не буду, но, тем не менее. Ну, и совсем недавно, вот, я очередной раз с ним встречался, вот, у меня был вопрос, собственно, мне предложили аренду помещения и брать его в аренду или не брать, рискованно или не рискованно, потому что сейчас карантинный период, как говорится, вложишься, прогоришь, там, человек кинет или еще что-то. Ну, допустим, поначалу говорит одну цену, потом, может сказать, другую цену. Ну, много таких нюансов и, как бы, есть риски. И я думаю, консультация, даже, там, платная, не платная, она будет по сравнению с вашими рисками стоить копейки. Поэтому иногда лучше, вот, посоветоваться с человеком, но какая-то большая вероятность все равно есть правде от услышанных ответов. Поэтому, как говорится, если есть какие-то сомнения, всегда можно прибегнуть к этому методу, спросить, узнать. И в вашей голове уже хоть какая-то картина появится, какая-то ясность, дополнительная точка опоры для вашей ситуации. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь к Владимиру, очень хороший человек. Всегда поддержит, расскажет. Возможно, вы узнаете больше, чем вы планировали. Как-то так. До свидания.